Здравствуйте, в кадре у нас тестер для воды. Соответственно, внутри тут есть вот такая вот карточка. На китайском языке ничего не понятно. И сам тестер. Здесь несколько контактов расположены. Я так понимаю, его принцип работы, то что проходит электрический ток вот здесь вот. И в зависимости от того, сколько в воде, чего, каких частиц, он по-разному проходит. И он показывает разные значения. Давайте попробуем вот здесь вот опустим мутную воду. Нажмем на кнопочку. 42. Слушайте, она относительно высокая степень чистоты воды. Ну и батарейки выглядят вот так. Две батареечки вот таких вот здоровых сюда вставляются. Тестер включается, выключается. Может быть меня расстроило то, что тут нет никакого отверстия вот в этом колпачке. То есть он мокрый, мы его закрываем, там вся влага остается. То есть надо типа как немножко может просушить, а потом уже закрывать этот колпачок. Потому что вот он закрывает, и там капельки воды, они остаются, и им никак не высохнут. Может тут отверстие что ли просверлить, что-то такое. В принципе, этот тестер на воде, которая из-под крана, он показывает разные значения. Там, например, горячая, она более загрязненная, холодная, менее. Ну, сейчас я это всё вам покажу. Ради интереса эксперимент. Значит, фильтрованная вода, 60 значения. Встряхиваем. Ноль. Нефильтрованная вода, холодный кран. Покажет больше или меньше? Больше показывает. 62. Встряхиваем. Нефильтрованная вода, горячий кран. Должно показать больше холодный. 64. 63. Но всё равно больше холодный. Так, во-первых, вес этой палочки 30 грамм. Ну, 29. Давайте сейчас посмотрим. Вот в левую кружку у нас налит цветой источник, негазированный. Смотрим, что покажет на нём. Ноль. Пускаем. 167. 164, 166. Окей. В правую кружку у нас налито источники Кавказа. Что это? Славяновская газированная. Опускаем туда. Сколько? Было только что 900 показано. 829. Теперь пишет 132х10. Это, видимо, имеется 1300 в виду. То есть, х10. То есть, ну, значение больше 999 по стандартной шкале. То есть, тут она вообще дико минерализованная. Так, дождевая вода в бочке. 18. Почему? Потому что это дождевая вода. 19. При этом довольно грязненькая. Итак, вода из колонки. Она должна быть адски прям богата веществами. 2, 200, 16 значения. То есть, вот тут видно по стенкам этого ведра, что в ней железа много. Вот хочется еще сказать, значит, иногда бывает, что фильтр, вот у меня, допустим, из-под крана течет там 55 единиц, показывает прибор. После фильтра там 53. Вот если, например, у вас вода, прибор там показывает 120, то он может, ну, фильтр может снижать там очень сильно и на 30 единиц и более. Так что чистую воду особого смысла фильтровать угольным фильтром нет. Вот, например, мембранным каким-то фильтром можно воду прямо очень хорошо очистить от всех, от всех веществ. А если угольный фильтр, то он, конечно, особого толку не дает. Значит, вот растопленный снег, значение 13 всего лишь. То есть, этот прибор показывает, сколько солей, минералов, металлов, ну, примесей в воде. И я заметил, что после кипячения в электрочайнике всегда значение больше, потому что, видимо, там накипь нагревательного элемента как-то в воду попадает. И значение всегда получается больше. Самое минимальное значение, естественно, у воды, ну, дождевой, например, у воды, которая была испарена. То есть, если мы выпарим из воды соль и соберем потом конденсат, то в ней вообще там будет минимальное значение. То есть, там это самая такая чистейшая вода. Поэтому, кстати, некоторые люди покупают специальный прибор, чтобы воду испарять и пить, типа вот, испаренную воду с минимумом солей. Потому что, ну, как бы, человеческими клетками как раз лучше всего всасывается вода, в которой нету ничего. Нету никаких растворенных примесей. Ну, вот такая небольшая аналитика. В самолете тоже продают такие тестеры, вот по такой цене, тут они их нахваливают. Вы будете уверены в качестве используемой воды, что там, типа, незаменим для тех, у кого в семье есть дети и все такое. Но на самом деле он ничего такого не делает. То же самое показывает количество вот этих растворенных всяких веществ и еще температуру умеет мерить. Проверяем воду в таком лесном ручье. 75. 75. Ну, это совершенно, ну, ничего не значит на самом деле. Потому что это не значит, что ее можно пить или ее нельзя пить. Это просто показывает степень, сколько там в этой воде веществ. Твердых минеральных веществ. Ее степень засоренности этими веществами. Но это не значит то, что ее мы, как градусник, да, ее мы пить не можем. Ну, и стоит ли покупать штуку, показания которой особо ничего не значит. Ну, в принципе, мне, например, лично интересно. И вот как подарок вообще замечательно на самом деле. Вот. А так, в принципе, что она показала, что загрязненная, что не загрязненная. Все равно я буду это пить, потому что у меня нет другого выбора. Ну, зато интересно. Посмотрел, что, как, где. Конечно, это не походная такая вещь. А чисто дома там и около что-то проверять, высматривать. Ну, вот интересно. Посмотреть, что она где покажет, друзьям показать. Ну, все. Ну, все. Всем спасибо и до встречи на канале. Пока-пока. Увидимся. Ссылки и дополнительная информация в описании. Купить такое можно на Алиэкспресс. Ну, или там в любом магазине, который такими вещами торгует.